Во-первых, первый вопрос, который здесь стоит, объяснить, почему написано, я посылаю ангел мой предлецом. ПМС, четыре евангелиста и малахи говорят о том, что Бог посылает ангела. И Ян Креститель, он что, ангел или это несовместитель? Во-первых, ангел обозначает посланник. Если вы, если само слово взять, перевод на русский язык, само слово ангел, это посланник. И есть служебные духи, ангелы, которых мы сегодня понимаем, которые невидимы для нас. Это ангелы или служебные духи. И люди, которых Бог посылает, тоже называют ангелами. Вы знаете, что Ян Креститель был назван ангелом, да? И другими словами, пошлю Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. А помните, Бог говорит, и ангел, и Илья. Но если говорить только взят за слово ангел, то тут сначала трудно определиться, о ком ангеле вести. Или как о посланнике, или о духе. Но когда живет Илья, то согласитесь, вы все знаете, что это был не ангел. Он был просто взят живым на небо. И если даже он пришел повторно умирать, то это опять-таки не ангел в полном смысле слова. Если допустить, да, что это в самом деле Илья. Хотя такого не бывает. Библия придет в духе и в силе Ильи. То есть такой же будет образ его действий, такая же будет сила, такая же речь будет, и такое же будет направление его деятельности. Как Илья говорил о Боге, был свидетелем Его, таким был Иоанн Креститель, чтобы обратить сердца отцу к детям и сердца детей к отцам. Это первая проблема, которую нужно решить, чтобы было здоровое общество. Я чуть-чуть перескакиваю с этой основной темой или делаю ответвление от заданного вопроса. Так что в этом смысле слова это посланник Божий. Именно так и надо понимать. Это не служебный дух, который бесплотен. Вы пройдите по всем аспектам этого вопроса, и вы увидите, что речь не об ангеле, как о бесплотном духе, а как о посланнике неба. Он пришел и во плоти был, а мы знаем, что ангелы тел не имеют, правда? Это духи, это служебные духи. И когда будем читать откровение Иоанна, вы там найдете послание ангелам с семи церквей. Вполне возможно. Я это допускаю. Что даже ангелы есть, которые наблюдают за церковью. Но там как раз речь идет о тех людях, которых Бог послал или поставил быть во главе церкви. Почему я говорю, Бог послал? Потому что каждому из нас, еще когда были только планы Божьи, Бог определил свое место в жизни. И одному назначил на 30, другому на 60, а третьему на 100. И сегодня, если Бог в вечности определил знать на 30, мне, допустим, то я при всем моем желании не буду знать на 100. Но для того, чтобы мои 30 сделать, мне надо выложиться от и до. Иначе я только 5 принесу. Это мое назначение. Это моя задача. Это мое служение. И мы рождаем в всем мир не просто через какой-то хаос среди этого вселенной. Все идет строя по плану. Все предусмотрено. Вот родится сын Донму Давидову. Имя ему Иосия. Вы помните, когда Бог послал своего человека, своего пророка, чтобы, так сказать, Яровама предупредить, что ты беззаконним занимаешься. Но! Это тоже был посланник Божий. Он пришел на землю где-то 230 лет спустя. Иосия родился. После того, как пророк сказал родиться сын Донму Давидову, и имя его будет Иосия. Как вы его назовете? Не посланником разве? Конечно. Это был человек, которым Бог определил, что в вечности. Еще где-то 200 лет с чем-то его вообще на земле не было, а уже Бог знал его имя. Вот я вам его пошлю. И он будет совершать работу. Я уже чисто в практически плоскость перехожу. Нас тоже Бог не просто послал. И сегодня для нас главное узнать, чем мы можем заниматься, и чем мы не должны заниматься. Вы поняли, что я говорю? Потому что и здесь и я. Буду же проповедником. Буду заниматься другими вопросами. Может, я и успею где-то в чем-то. Но, вы знаете, пользы будет мало. А если я исполняю то, что Бог предназначил, и вместе с тем, вполне возможно, я дотрагиваю другие вопросы жизни, это будет мое служение. И некоторые люди просто-напросто, может быть, не сделали того, что положено, не смогли разобраться, куда их Бог поставил. И ищут, ищут, и никак понять не могут, для чего они живут. И я не говорю о верующих, а не верующих, я говорю о верующих людях. Ну, скажите, ну, как, для чего? Хожу в собрание, пою псалмы, молюсь, но это же не все. Такого нет служения перед Богом, ходить в собрание, и сидеть на скамейках. Такого служения нет тут. А то, что мы это так делаем, это необходимо для того, чтобы мы могли совершить свое служение, на которое Бог нас послал. А? Ну, правильно. А в самом итоге мы идем в столовую. Мы идем покушать, чтобы после пойти на служение. А если мы только ограничили свое служение тем, в столовую ходить и питаться, и жреть, ну, извините, это же не то, что надо. А такое может быть. Вы помните выражение Священного Писания? Ну, правда, я уже проповедую, я уже не к зверху читаю, но вы сами виноваты, вы меня потянули за эту ниточку. Говорит, ожирело сердце и как оттука. Помните? Вот есть много христиан, которые жирные знанием, но они ничего не делают. Они просто ожиреют год от года и ничего не делают. И, по себе, наступает предел, они не отдают. А если не отдаешь, Бог не пополняет. И знаете, как сердце у жиревшего человека работает? Оно работает нездоровое сердце. Оно работает сперва, оно ожиревшее сердце. Вот так можно христиану ожиреть, если не будет работать. Ну, конечно, я опять напоминаю, работать там, где Господь хочет, чтобы работали. И делать то дело, которое Бог предназначил. И я не имею в виду дело добрые дела. Дело добрые дела должен пророк и проповедник, и пресвитер, любой возьмите. Это его обязанность. Дело добрые дела. А уже служение, это нечто большее. Это та сфера христианской деятельности, где человек себя чувствует, как рыба в воде. Вы такое выражение, наверное, понимаете. Это первичная их сфера, это первичная работа, и здесь он знает, что надо делать и как надо делать. А? Да. Это ближе сбудет к профессионализму. Не любитель, а профессионал. И вы все знаете, что, наверное, всякая профессия начинается с любви какой-то, нравится. А уже после человек становится профессионалом в этом вопросе. Человек посланный, но никак не служебный дух. Как, может быть, мы склонны были понимать. А вы знаете, что первое, что человек испытывает в жизни, здесь его сердце свободно. Он привязанность к чему-то чувствует. Вот, допустим, я лично, как Бог и сказал однажды, ты будешь говорить к моему народу. И я не проповедник для неверующих. Я могу говорить, иногда говорю, но я хорошо понимаю, что это не моя работа. А есть другие братья, еще остальные, у них другой склад. Они как раз-то нацелены на то, чтобы неверующим говорить. И они профессионалы в этом вопросе. И то, что, допустим, говорю для вас сегодня, начни говорить неверующим, скажем, повертить пальцем у виска и скажем, что он в плесе. Но для тех, кто уже знает азы началу, для них это приемлемо. И для этого надо быть профессионалом, уметь говорить к тому, кто первый раз слушает, и уметь говорить к тому, кто уже что-то знает. Согласитесь, это разные вещи. Если действительно что-то толковать тем, которые вообще не знают Библии, они пожмут пляшами, и они больше меня слушать не будут. Они просто не поймут, не знают, зачем это надо. Поэтому вот с этой точки зрения Бог нас готовит именно каждого на свое дело. Пророк, у него может быть речь совершенно не развита. Он просто выскажет на правом языке, но проповедник, если его лексикон ограничены, если он не умеет правильно пользоваться языком, это будет проповедник, но не совсем. Хотя они тоже шлифуются, проповедники, и учатся, это тоже однозначно. И у всякого может быть прогресс, но тем не менее, как правило, вот те проповедники, которые хорошо говорят, и много, обычно у них развита речь, они, как говорят, за словом в карман не лезут. Они не испытывают трудностей в изложении своих мыслей. А другой человек говорит, думки пруть, а слов нема. А уже куда они пруть без слов, кто его знает? Вот вы не разберёте, куда они пруть, этой думки. Почему? Не может выразить то, что он знает даже. Ему это трудно делать. Поэтому я опять повторяю, для каждого из нас в Бога в самой еще в вечности было свое предназначение. А? Определённая роль. А она находится сразу. Я только начал одну мысль и совсем кончил. Если у вас нет замашек быть большими, если вы не преследуете цель, как сегодня называть, карьеризма, вы тут же найдёте. Но если этого чистого отношения нет, вы будете долго очень путаться, чем вам заниматься. Потому что просто-напросто вы взвесите и скажете, это не для меня, я способен на большее. Или какая польза, я где-то там буду в углу молиться, когда меня никто не замечает, никто не уважает, никто доброго слова не скажет. Вы знаете, к сожалению, очень часто так и бывает. И вот, как правило, падают талантливые братья, только оттого, что однажды им показалось, что они достойны большего внимания, большего авторитета и большего служения. И всё. Гордость. А если человек открытый для Господа, без всяких замашек на известность, он тут же определится, что ему нравится. Тут же Господь даст склонность сердца, склонит куда-то и будет работать и будет доволен. поэтому здесь вопрос именно некоторые меры. Я не говорю, что я осветил вопрос на все 100%, но процентов на 60, это точно так. И вы на практике сможете определить успех и нет успеха. Это тоже показатель. Занимаюсь своим и занимаюсь не своим. только внимательно просмотреться, голос и сердце и вы тут всё расставите на свои места. Так что вы поняли, что ты не ангел в полном смысле слова, апостольник Божий? Здесь именно на этом застрён вопрос. Да. Почему Ян носил одежду из бербюжа, волоса и пояс кожи на чеслах своих? Почему Иисус накормил из пяти хлебов пять тысяч, а из четырех семь? Ну вы знаете, это Божья математика иногда недоступна, но наверное надо акцентировать внимание, я на что с последнего вопроса. Не на том, со скольких хлебов он накормил. Правильно. Что ему дали в руки, что им могли люди отдать своё, чем он и воспользовался. Я не сомневаюсь, было бы два хлеба и было бы сорок тысяч и хватило бы вполне. Потому что Господу надо, чтобы мы что-то дали. Вот в чём вся сущность. Сколько у вас есть? Почему? Почему я не посчитаю? Почему в тысяч пять хлебов двенадцать кораблей набрали? Вот столько кораблей было. Но то, что было, набрали. А он только наелись и только отрал. Нет, вот здесь восьмая глава нехаждая расставок. Нет, он... Дело не в том, братья. Он говорит, что имея отчим, вы не видите, имея уши, вы не слышите, не понимаете. Когда я пять хлебов молодых, где-то семь тысяч человек, сколько полных хора был набрали? Двенадцать. А когда семь до четырех тысяч сколько набрали доставших кусков? Сказали семь. Ну сколько было, столько набрали? Говорят, заберите все, чтобы ничего не осталось. Но сущность вот в чем. Сущность не в том, сколько корабов набрали, забрали все. Вы поймите правильно. Смотрите, чтобы ничто не осталось. Вы помните? Да. Сущность вот в чем заключается. Что Бог дайте ему то, что у вас есть. И Бог способен через то малое накормить огромное число людей. Столько, сколько надо. Дали пять, накормил. Дали четыре, еще больше накормил. Но то не значит, ничего не дадим. То всех накормит, что есть. Здесь мы в чем заключается. Во-первых, я думаю, что забрали все хлебы. И в первом, во-втором, случае, потому что Господь предупредил, заберите все, чтобы ничего не осталось. То есть, из твоего благословения, которое Бог дал через кого-то, вы не бросайтесь кусками, как будто вам не нужно заберите заберите все. И там было всем забрали, было в двадцать всем, и коржин столько нашлось бы, забрали. Но основной элемент вот этих случаев дайте Богу что-то, и тогда будет чудо. Если ничего не дадите, ни из чего не рождается ничего, или что-то лучше сказать. Вы помните, когда мы рассуждали на эту тему, я вам говорил о той ошибке, которую делают проповедники сейчас, когда говорят, что Бог сотворил все из ничего. Но Библия так не говорит. Она говорит так, из невидимого произошло какое? Видимое. А если еще глубже, вы помните, я напоминал каждое спасание к римлянам. Уже точно не помню, где-то текст записан. Все из него. Дальше. Им и к нему. Но я немножко понимаю им и к нему. А как это из него, не знаю. Но это не значит из ничего. Все из него. Вы помните, как мы рассуждали, как оно даже в материальном отношении переходит в невидимое. предметы состоят из молекул, правда? молекулы из атомов. Атомы из чего? Ядро, электроны, позитроны, квазитроны, там еще какие-то троны. И в конце конца уже дальше не могут видеть ничего, что дальше есть. То еще идет к невидимому. Хотя для нас и молекулы уже невидимые. Я просто простой пример взял. Из невидимого, а дальше все в энергии переходит. Как энергия материализуется, но знаете что? Ну не знаю. Мы много что не знаем. Но знаем то, что написано, что из невидимого произошло видимое, не из ничего. Из ничего ничего и не будет. Потому что ничего. А вот невидимое, если даже вот здесь ничего нету, но мы знали, что здесь воздух есть. И то, что для нас кажется ничего, это не значит что пустота. Из чего-то одно переходит в другое, в иное качество, в иное измерение, но тем не менее не из ничего. Поэтому здесь основная мышь этих притчей, которых застрял внимание, не о том, сколько накормил и сколько осталось. Дайте мне, что у вас есть? Пять хлебов и две рыбки, да? Хватит. Не надо пятьдесят пять. А было бы один, хватило бы вполне. Потому что было с чего начинать творить чудо. У чуда есть начало, а в христианской жизни начало чудес нашей жизни. Отдай свое, и тогда получишь. Если ты свое не отдашь, никакого чуда не произойдет. Поэтому вот это именно философия, я не один раз напоминал все мое мое чуда не будет. Когда все мое мое, оно не придет ни к какому чуду. А когда все мое твое, тогда твое мое да. Вот в таком рассмотрении вопроса мы получаем благословение. Как понимать Псалом 118? Ну я могу ответить, ну это же не экзегетика Иван Глэтм Матфея. Я вас просил задавать такие вопросы, но я на него отпишу. Блаженный хранящий откровение его. Откровением Божьим мы двигаемся к намеченной цели. Мы знаем как нам жить, мы знаем что нам делать, Бог нам помог. Если мы выбрасываем из жизни, мы теряем ориентир и помощь Божьей. Вы уловили вот эту мысль? Или допустим другое похожее место. Кто говорит хранить дела мои такой текст? Тому дам то и то. Это откровение Иоанна, одной из семи церквей. Кто соблюдает дела мои? Вот Бог сделал с вами дело. При покаянии освободил вас от наркотиков и от алкоголя. Это было его дело. И вы должны эту чистоту хранить в сердце. Если вы начинаете отступать назад, приходите всем злейших. Почему? Вы не сохранили того дела в своем сердце, которое Бог сделал с вами. Потому кто соблюдает дела мои, тому дам очень много, а кто не соблюдает, нет. Да. Когда Бог освобождает, это свободу хранить. Так стойте в свободе, который вам даровал Христос, и не подвергайтесь опять его рабства. Это довольно серьезный вопрос. И вот в этой сфере нашей жизни нам очень важно хранить то, что Бог дал нам. Хранить откровение Божие, хранить веру, которую Бог счастливил, обетование свои, если я не ошибаюсь, Бог обетование Аврааму о том, что даст сына, где-то повторял шесть раз. Вы знаете, почему? Как вы думаете? Почему Бог одно и то же обетование, что получишь сына и начальство, повторял шесть раз? А? Для чего? Чтобы поддерживать веру его. Чтобы поддерживать его веру. Он же не один раз говорил, Господи, как это будет, да? По-человечески никаких шансов у Авраама не было иметь детей. И когда вера начинала слабнуть, он добавлял больше. И получилось, он же сверх надежды повернулся надеждой. Потому что это неоднократно повторялось. То есть Бог подтверждал ему, подпитывал его веру, когда она колебалась. Так и у нас часто в жизни бывает. Зародилась вера в сердце, потом начала гаснуть, дух раз, кто-то опять эту тему раскрывает. Кто-то говорит, зачем это надо повторяться? Оказывается, кому-то надо повторить старое, повторить то, что было сглажено временем, что уже не ярко светит из-за времени, из-за обстоятельств, которые пришли. А вы знаете, что вера не смотрит на обстоятельства? Она ложится твердо на обещании Божьем. И если мы видим обстоятельства, которые действительно в нашу пользу складываются, это уже не вера, это знание. И одно дело знаю, а другое дело верю. И как раз то вера основывается и утверждается только на обещании Божьем, ни на чем другом. Вот отличие веры от знания. Хотя, конечно, вера в конце концов приводит к знанию. может быть не во всех аспектах нашей жизни христианской, но тем не менее, так или иначе, сегодня или завтра мы в знание входим. Мы верим, когда мы больные, что Бог нас исцелит до тех пор, покуда мы не получили исцеление. Когда мы его получаем, мы уже не верим, мы знаем. И еще раньше, когда мы пришли к Богу, мы верили, что Бог есть, когда нас там отвечать, когда мы стали получать благословение, когда мы с Ним познакомились ближе, то мы сегодня говорим, мы уже не верим, мы знаем, что Он есть. Или вы еще верите, что Он есть? Ну вы поняли, о чем я веду? Я не против веры. Но вера действует до тех пор, покуда мы что-то не получаем. Когда мы получаем, мы уже знаем. И вот когда люди говорят, значит, покажи мне Бога, я тогда поверю, то, по крайней мере, эта фраза звучит очень глупо. Это уже не вера, если я увидел. Это уже знание. Когда я, допустим, шел сюда читать эти лекции, то я верил, что вы придете, а теперь я уже знаю, потому что я вас вижу, зачем мне верить, когда я знаю. Даже пересчитать могу, если надо сколько есть. Зачем мне верить теперь? А вот то, что я сегодня дойду домой, мне надо верить, потому что пока что здесь. Но когда я приду, то я уже знаю, что я пришел. Потому в таком элементарном вопросе большие люди заблуждаются и кого-то хотят заблуждать. Покажи мне, тогда я поверну. Извини, дорогой. Ты просто не имеешь понятия о вере и о знании. Это совершенно две разные вещи. Хотя, и опять повторяю, я хочу, чтобы это знали, вера настоящая обязательно в конце концов приводит к знанию. Потому что чисто практически вопросы затрагиваются. Это не просто сравнение, которое нужно знать, конечно, но здесь чисто практически вопросы. которые встречаются не один раз. Поэтому я столько внимания уделяю и повторяю не один раз, чтобы все-таки некоторые вопросы у вас были положены глубоко, основательно, без чего последствия, но могут быть различного рода неприятности. Думайте, почему сегодня много уклонений бывает, где-то в каком-то вопросе не было твердо и глубоко положено основание. Помните притчу он копал, углубился и очень глубоко положил основание. И потому, когда прошли воды, налегли на дом, ветры подульнуты стояли, потому что фундамент глубоко был положен. А где поверхностно положен фундамент, ну, там легче и проще с корнем даже выдрать. а формуете дерево выкачевать, где корни глубоко пущены. А где поверхности, пусть даже очень сильно распространились по поверхности. Его пошатал и выковырнул. Там получается вот такое огромное корневище, но оно не глубокое. Знаете, что я имею в виду? Нахватал много и сам не знаю чего. Но лучше сказать мало, но оставательно и глубоко. горе мира от соблазна. Мы, наверное, тоже говорили, да? Ну, давайте еще немножко повторим. Горе мира от соблазна, ибо надо прийти соблазнам. А вот интересно, зачем они нужны эти соблазны? Вот такое интересное слово. Надо прийти соблазнам. Ну, горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Соблазна. очень часто шлифуется наша вера, наша стойкость. И когда человек прошел через один соблазн, другой, он практически становится в некотором, в некоторой мере неуязвим в этих вопросах. И вот те люди, это особенно важно для новообращенных, наверное, может быть, наша вина, что мы об этом мало говорим. Им особенно, когда они покаялись, и когда Бог освободил устоять при первом искушении, если не устояли при первом искушении, второе, может быть, не скоро произойдет, победа. Но если они пали при первом искушении, все возвращается, как правило, и дальше бывает очень трудно. Это довольно серьезный вопрос. Так Библия говорит, когда нечистый дух, можете добавлять сами, что дальше звучит. Выйдет из человека, то, что он делает, спит спокойно, а нет. Эти кадры спокойно спать не умеют. Он ходит по безводным местам, ищет покоя, и что? И не находит. И что он говорит? Пойду и возвращусь в мой старый дом. Откуда? Пойду к Ивану, к Щепану, где я жил. Они меня знают хорошо. И приходит. И что он находит? Дом чистый, вымеченный. Но знаете, в чем трагедия? Он не занятый. Понимаете, что он не занятый? Он пустой. А в святое место пусто не бывает? Что? Кого? Всем зелейших. И они приходят, вселяют сюда и живут там. И бывает для такого человека последнее хуже первого. И это так. Уже пьют люди в мире, развращивают люди в мире крепко. Но когда верующие это делают, то вы знаете, что? это действительно бывает нечто неудобово разумительное и непонятное. Почему? А там уже не один. Там уже много. И тогда молитвы и посты, а дело со скрипом двигается. Почему? Он не сохранил в своем сердце того дела, которое Бог с ним сотворил. Он думал, что и пред так будет на колени. И все опять оно бывает гораздо труднее. Хотя Библия никогда никого не призывала капитулировать перед дьяволом. Но тогда уже не подсенил так, значит, давай в поту добивайся, чтобы постер знал, что это такое. И потому здесь особенно важно соблазны придут. Почему? Бог их допускает, чтобы испытать, чтобы утвердить человека, чтобы научить его сражаться с верхом. Надобно прийти. Вот интересно, зачем оно надобно нам? Хотя бы для того, чтобы мы сами поняли, что мы сами по себе ничто. Вы знаете, что нам очень трудно дается, что мы ничто? Или вам легко додавалось? Это нелегко дается. Мы то говорим, что ничто. Когда-то помню, брат Вашкевич говорил, говорит, как же молиться, я прах и пепел, а вот затронем вообще глаза посыпая, не будешь знать, как повыковырвать, что это я прах и пепел. Но попробуй затронем его прах и пепел. Он тебе так дашь, что ты не захочешь больше и думать об этом. Это дается нелегко. И как правило, как правило, когда у людей начинает расти гордость, и когда просто слово не достигает сердца, Бог попускает человека. И тогда он начинает опять понимать, а все-таки я всего лишь я и больше ничего. Тогда опять плакать, опять молиться, опять просить, а то же никого не просит, сам сделаю. Я сам, я сам, я сам. И очень трудно человеку понять, что истинные слова, которые Христос говорил, без меня не можете делать ничего. А что мы можем все-таки делать без него? Как вы думаете, мы можем делать без него что-то? О, вот что мы можем делать. Уже грошить без него даже и легче еще. Когда он то совесть говорит, какое-то внутреннее сопротивление, а без него все просто. Один брат говорит, какая мне разница, я и пойду в хор, попою, и кино, схожу, и на танцы, и мне моя совесть не судит. Но все просто. Она уже не судит его. Она его судила раз, потом судила два, а потом уже чуть-чуть стала, а потом замолкла. Ему очень хорошо стало. Вы поняли, что это за хорошо? Сожженная совесть в этом вопросе. Поэтому не всегда наша совесть индикатор нашей чистоты. Если она в Духе Святом, если она в Боге, она ничего не пропустит. Но если она в собственном знании скрывается, если она только в собственном Духе содержится, вы знаете, что она много о чем может не говорить тогда. Надо прийти, чтобы испытать, показать, кто ты есть. И вы знаете, что мы очень много говорим о соблазнах, они имеют очень большую силу. Мы уже коснулись этой темы, но давайте мы ее немножко расширим. Один из больших людей, о которых Господь сказал, из рожденных женами не восставал больше кого? Яна Крестителя. И помните, что он сказал ученикам? И блажен, кто не соблазнится о мне. Оказывается, это непростой вопрос такой. Мы часто можем говорить, ну не соблазняешь, что ты соблазняешь. И я так часто говорю. Это правда, но все дело в том, что мы люди, если бы мы были ангелы, то я один раз сказал, то нас скоро просто повыгоняли бы. Потому ангелы ничего никому не скрыли бы. Сказали бы, если хочешь летать, то убирайся отсюда, иначе будешь ползать. Потому, наверное, Бог ангелов нам и не дает. Мы с другой стороны, сила соблазна это огромное сила. В этом Библия говорит, лучше бы тому человеку, что из которого кто-нибудь соблазнился, что сделали? Повесили мельничное жерно на шею и потопили во глубине морской. Вот вам и пожалуйста. Хотя, если я на чем-то соблазняю, допустим, на брата Сергея Дмитриевич, это не его вина, а моя. Это моя, что я упал. Нечего кивать на кого-то, что кто-то виноват. Но отвечать все-таки придется перед Богом и тому, кто это соблазн нашел. Поэтому вопрос очень серьезный. Я бы не хотел, чтобы мы его проходили ну как-то вот так вот легко и просто очень. Библия очень много времени уделяет соблазнам. Мы привыкли сегодня говорить, я говорю о соблазнах, что Бог не смотрит на лицо, а на что смотрит? А на сердце. а все-таки я не Бог, я человек. И я не вижу вашего сердца, я вижу ваше лицо. Вы согласны с этим? Я вижу ваше повытие, я вижу вашу одежду, и вы тоже в отношении меня так же. Вы поняли в чем дело? Но Бог туда, и он не соблазнится никогда. А я могу, и вы тоже. Второе, на что я хочу отметить, вы думаете, что между нашей внешностью и нашим сердцем нет связи? Вы помните, что Библия говорит по этому поводу? Из сердца исходит что? Помыслы, любодеяние, пребодеяние, хула, и так далее. Поэтому что появляется на нашей внешности, оно сначала появляется в нашем сердце. Я думаю, когда вы что-то делаете, вы сначала думаете, правда? Ну, разве только, допустим, где-нибудь у ямы уступили, не видели, упали? Но тут же не думали. Пошли где-то, кто-то где-то замаскировал, не сумели сориентироваться. но когда мы выбираем тему какую-то, когда мы думаем о своей жизни, когда мы строим планы, когда мы думаем, как их добиться, мы думаем и много думаем. Потому наша внешность, это отражение, может быть, неполное, я делаю оговорки, нашего внутреннего человека. И сердце исходит. Поэтому это немаловажно. Это вопрос практической жизни. Поэтому вот давайте, когда мы будем говорить такие вещи, ну, делать хотя бы оговорки. Хотя бы оговорки делать. Это так, но и не совсем так. Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отчеки их и бросит тебя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверху в огонь вверху. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит тебя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверху в гену огненной. Конечно же, не о физических руках, не о физических глазах идет речь. Речь идет о том пороке, который управляет нашими глазами. и вот с такой самоотдачей, с таким самоотречением отрекись от греха. Вы знаете, что не всегда нужны глаза, чтобы в мыслях пролюбодействовать, да? Можете закрыть глаза, и там будет делаться вот тут неизвестно что. Так же здесь ни при чем глаза. Но вы заметите одно. Когда человек любит какой-то порок, он тут же находит таких людей, которыми этот порок обладает. И что они любят видеть, туда они и смотрят. Ведь нашими глазами управляет внутренний человек. Сначала думаем, потом идем, а потом смотрим. Вы сами по себе посудите, как бывает в жизни. Когда вы находитесь в тесном контакте с Богом, вы очень многого не замечаете. Очень многого не замечаете. Вы просто-напросто заняты Господом. Как только вы ослабеваете, вы тут же много замечаете из того, на что раньше не обращали внимания. Вы уловили вот эту деталь? Не существует искушения. Как только ослабил, тут же оно появляется. Глаза смотрят не туда, ноги бегут не туда, мыши направлены не туда, почему? Ослабил. Как только вы где-нибудь попадаете или на хорошую молитву, или где-то такую обстановку, где есть настоящая жизнь в Боге, вы сами чувствуете, что вы становитесь новыми людьми. То, что было, отпало. Вот эти глаза, вот эти руки, эти ноги, это не физические члены нашего тела. Это те пороки, которые управляют ими. Посмотрите на глаза людей. В одних вы увидите зависть, а глаза у нас всех одинаковые, но разве только цвет разный, а устройство одинаковое, может быть зоркость немножко разная у нас людей, а в принципе это одно устройство. Вы увидите гнев в глазах, вы увидите эпохоть в глазах, вы увидите любовь в глазах. Оказывается, то дело не в глазах, а дело в том внутреннем пороке, в том духовном мире, который управляет нашими глазами. Вот Священное Писание говорит, разделайся, если ты не разделаешься своим грехом, он разделается с тобою. Среднего не будет. И мы об этом говорили не один раз. Я вам приводил пример. Это вопрос, может быть, нашего духовного успеха. Это вопрос, как мы относимся к тому и другому элементу нашей духовной жизни. Я вам напоминал однажды, что Валаам был пророком Господним. Но он от самого начала носил имя Валаам, не принадлежащий к народу моему. Вы помните, что последствия было? Библия говорит, что там было дело. И Бог действовал через него, но он очень любил деньги. Помните, что Библия говорит? Возлюбил мзду неправедную. Этот порог погубил его. он стал прорицателем и во время Иисуса Навина, когда он поражал князей Мадзиамских, подданных Щегона Царама Рейского, написано, они убили Ивалаама Синовиорова прорицателя. Его погубил грех, с которым он не хотел расстаться. Иуда Искарионский. Что его погубило? Деньги. Сребролюбие. И был Иуда, хвала Иеговы, я тоже не раз напоминал. Это такое носил имя прекрасное высокое. Элементы имени было слово Иегова, которые евреи боялись произносить даже с трепетом. А он носил это имя в своей жизни. А чего не Иуда? это самый подлый человек. Как грех изменил все. Вместо апостола стал предателем. Вместо царства небесного ащина, как говорят истории, и петля на шее. И проклято все потомство. Может быть, в его жизни были и другие пороки. Но Библия говорит, день любил и предал своего учителя знать деньги. Поэтому этот вопрос не просто теории, это вопрос не для того, чтобы время затянуть, это очень серьезный вопрос. Если мы начинаем, как говорят, баловаться с грехом, то так долго не будет продолжаться. Или мы ставим на колени первым господи, не могу так дальше жить, не хочу, все сделаю то, что надо, дай мне свободу. И наче он уведет нас от Бога. Я это не говорю для того, чтобы чья-то вера поколебалась. Я просто хочу направить всех к тому, чтобы просить и получить эту свободу. Если вас Сын освободит, то вы что? Истинно будете свободны. Такой удел Господь христианину приготовил. Но просто некоторые вопросы надо понимать сначала в голове, а потом уже. Знаете, что все начинается с нашей головы? Я уже об этом говорить не буду. На пути к сердцу лежит наш разум и наша голова, чтобы нам обновиться духом ума, или вам, апостол сказал, ума вашего. Вот мы сегодня вот что мы делаем через Слово Божие обновляем наш ум. Чтобы мы стали мыслить так, как Библия советует, а когда будем так мыслить, то так будем и жить, хотя бы стараться. Уже жить труднее. Это и возраст духовный, это еще многие вопросы стоят, именно в этом вопросе назревают. Но если мы будем желать и мыслить, и правильно мыслить, я знаю, что Господь не оставит нас без успеха. Мы будем расти духовным возрастом. Смотрите, не прожирайте ни одного из малыших, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот это очень ценное место для нас, особенно для тех, кому сегодня еще пока что очень трудно жить, кто сегодня еще не имеет того должного успеха в жизни христианской, то как раз Библия говорит, что Иисус пришел не праведником, он пришел, чтобы призвать грешников к покаянию, и для чего пришел, чтобы взыскать и спасти какое погибшее, думаю, что я ничего нового не сказал сегодня, но вот этот элемент, когда бывает трудно в жизни, когда дьявол нащинает, он как правило ускользает из нашей головы, дьявол вышибает его, и он говорит так, ты не можешь иметь никакого дела с Богом, ты грешник, а он правда грешник, и один раз спотыкается, он не хочет им быть, но пока что победы не имеет, почему, это уже другой вопрос, почему, это другой вопрос уже, и тут же дьявол вышибает вот этот текст писание, что Иисус пришел взыскать и спасти погибшие, я бы очень хотел среди вас это будущее проповедники, это будущее пастыра, и в конце концов все-таки жизнь на земле продолжается, и вот это не только для кого-то, я для себя это говорю, и у меня часто дьявол вышибает вот это, но это вот та истина, очень важно для нас жителей земли, что он пришел взыскать и спасти погибшие, смотрите, не презирайте, что это значит не презирайте, что мы должны грех называть добром, а добро грехом, конечно, мы должны называть вещь своими именами, но то же самое время не презирайте, не креветать, не унижать, вы поняли разницу? Разницу понятия и самому, конечно же, ни я, ни вы не имеете права грех не называть грехом, а вот топтаться по человеке, что у нас может быть часто, а то никто не имеет права, у него, как и у тебя, есть ангел на небе, Библия прямо говорит, есть ангелы, которые наблюдают за нами, хранят нас, и они тут же все пересказывают, что мы делаем, не презирайте, это очень опасное состояние сердца, человек, я опять-таки повторяюсь, есть две крайности, люди защищающие грех, и люди топчущие человеком вместе с грехом, одни говорят, ничего страшного, подумаешь там, а другие говорят, ха, негодяй какой, да его вообще надо на пушечный выстрел к церкви не подпускать, я сегодня смотрю по практике жизни, и те, и другие, как правило, попадают в такой же грех, который они или защищали, или топтались, мы должны быть не то, что нейтральными, я не о нейтральности говорю, мы просто правильно должны реагировать, когда видим человека, который согрешает, одно правильное, что у нас есть, мы должны о нем сожалеть, и делать все возможное, чтобы Бог спас и оправдал их, конечно, кто-то сегодня может сказать, я почему на эту тему немножко говорю, потому что я такое слышал, тогда говорит, зачем мы его отлучили, мы уже осудили, нет, если я осудил того, которого я отлучил, то я не достоин быть на том месте, на котором я есть, вы уловите только, что я буду говорить, я просто поставил под Слово Божие, так Слово Божие говорит, я жалею его, я люблю его, но я не могу по-другому, и Христос сам сказал, я не буду вас судить в последний день, хотя другое место будет, он судья праведный, вы помните, кто будет судить, будет судить Слово, которое вы слышали в последний день, а если я или вы служители Слова, вы не можете не поступать по Слову, здесь есть одна тонкость, допустим, я согрешил таким грехом, за который надо отлучать, без разговора, Сергей Дмитриевич пастор Церкви, он обязан меня отлучить, вы поняли почему, он стоит на словании Слова Божьего, потому что, если он не поступит по Слову Божьему, он не сможет помочь своим молитвам, он такой же грешник, как и я. Вы уловили тут эту деталь? Он нарушил Слово Божье, на нем самому лежит грех, он это должен, и тогда его молитва будет сильна, чтобы мне помочь восстановиться, поэтому здесь не жестокость, здесь не несправедливость, здесь есть некоторые тонкости, которые надо учитывать, чтобы иметь успех. Как вам кажется, 12 стих 18 главы, как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? и если случится найти ее, то истину, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти днях заблудившихся. Конечно же, здесь больше относится ко мне это слово, к пастыру. Я повторю вам старую истину, которую я говорил не один раз. Пусть что не будет оскорблением, пусть что не будет обидой, но пастыр нужен для больных и нуждающихся. Для здоровых овечек не нужен пастыр. Я не знаю, как вы согласны с этим, но практика жизни говорит так, а тот, кто находится в контакте с Господом, кто живет благочастивой жизнью, с ними очень мало дел пастыру, они просто помощники ему, но те, которые делают уклоны, то там, то здесь, эти люди доставляют самым большим проблем и хлопот пастыру. И когда вы будете читать Езекииля, кажется, 34 глава, я уже точно не помню, или 35, там Господь ведет речь о пастыре, и он разделил всех овец, он называет овцами, на различные категории, он назвал слабые, потом больные, пораненые, угнанные и заблудившиеся. Это вот пять категорий, пять, кажется, я насчитал по порядку, но не считал их. Это те, для которых нужно попечание пастыра, из-за которых Господь обличал пастыря израилевых. О здоровых овечках там не идет речи. Здоровые не упоминаются. И вот недаром здесь Господь, который знал Писание, который был характер Божий, именно напомнил о заблудившейся овце. И когда Господь сказал, что я поставлю пастыра, он вел в виду Иисуса Христа, который будет правильно поступать в стадии Божьем, то началась работа именно заблудившуюся отыщу. Потом угнанную возвращу. Пораненную перевяжу. Слабую укреплю. Ну, там еще одна категория есть. Кто помнит какая? А разжирившую и буйную что сделаю? И стряблю. Но я не об этом говорю. основное внимание пастыр уделяет заблудившиеся овцы. Мы кому внимание уделяем первое? Тем, которые в зале, правда? Ну, это может быть больные, пораненные и так далее. Но это те люди, которые здесь находятся тем не менее. А вот заблудившаяся она вышла, куда-то пошла и сейчас она не знает куда она идет. Вторая стоит угнанная овца. Угнанная имеет трезвый разум. Она просто не смогла противостоять тому давлению, которое было оказано. Но она знает, что она сделала. Она знает, где правда, а где ложь. И вот на этих овечек пастыр обращает внимание во вторую очередь. А на первой стоит заблудившаяся. Это такой порядок работы пастыра с овечками. То есть та, они, наверное, больше всего и проблем приносят, которые попадают в различные заблуждения. Потому что никогда человек, который заблудился, он же никогда не считает, что он заблудился. Он считает, что наоборот, больше знает, чем все остальные. И я так часто посмотрю, легче бить справедника с пути, чем вернуть заблудившегося. Они настолько уверены в том, что они делают, никакого разговора нет. И говорить не хотят. И потому с большим трудом, наверное, по великой милости Божией, они возвращают. Если кто вернулся, то слава Богу. Но порядок такой оставляет 99 идет куда? Искать одну заблудившуюся. А когда найдет ее, то радуется более, нежели о 99 незаблудившихся. Это, наверное, надо иметь христианское и пастырское сердце, чтобы радоваться такой радости. Обычно радуемся, как правило, тем, кто есть. А которые пошли, то у них которые дай Бог, чтобы не вернулись, и меньше скандалов будет, меньше проблем будет. Но, тем не менее, это не решение проблемы. Если смотреть Божьими глазами на этот вопрос. «Так нет воли». Вот тоже важный текст очень. Он касается учения, которое в сегодняшнее время довольно-таки охватило многие души. «Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых щих». Это прямой ответ на то, что у Бога нет планов и нет воли его такой, чтобы кто-то один из жителей земли погиб. Потому что сегодня есть такое учение, где учат, что Бог одних людей предназначил к погибели, а других предназначил к спасению. это неправда. Я опять повторяю, чтобы у вас был твердый фундамент и основание, когда придется говорить с такими людьми. Если было написано «назначил», «определил», больше вопросов не стояло бы. Сказали бы «да». Одних назначил в ад, других назначил в рай. Но там стоит «предузнал» сначала, если вы помните, потом «предопределил», а после уже не «предпризвал», а «призвал». Что такое «предузнал»? Я уже вам говорил, как опытный шахматист, который готовится к встрече со своим соперником, изучает его образ мышления, изучает его комбинацию, чтобы предусмотреть, что он может ему поставить на пути. И довольно часто, зная характер шахматиста, они очень хорошо пользуются этим. Знают их сильные стороны, знают слабые, и уже предугадывают, что он может сделать. И на этом месте ставят ему ловушки, или сами обходят его ловушки, и так далее. Вот Бог настолько совершен в знании, что он знает, что мы завтра будем делать, хотя мы имеем свободную волю. И нам кажется, что мы можем поступать только так, как мы хотим. И это правда так, но Бог знает наши слабости, до тонкостей знает обстановку, которая будет. Знаем все нюансы, делает очень правильный вывод, как мы поступим. И здесь дело не определение отправить в ад, а глубокое знание, что сколько я ему говорить не буду, как его не буду наставлять, он будет гнуть свое и погибнет. И вот это твердое знание, особенно сильно, было выражено в отношении Иисуса Христа. Я только возьму две личности в отношении Иуды. Знал Бог, что израильцане отвергнут Иисуса Христа. И написал пророчески о всех страданиях Иисуса Христа. Знал Иуду наперед, но Бога план был, чтобы он был апостолом. И он его избрал. Он дал ему власть. Он ходил вместе с апостолами. и до самого последнего мгновения сохранял шанс ему для раскаяния. Даже в Гехиманском саду. Помните, какой вопрос Христус поставил Иуде? Друг, для чего ты пришел? Но он твердо знал, что жадность Иуды погубит его. И смотрите, написал о распятии Иисуса Христа в Салмах неоднократно. И когда приходит вот это последнее уже время, когда зависит судьба Иисуса от Пилата, я бы на месте Бога все сделал бы, чтобы мое слово и способ Христа распяли. А он дает сновидение жене Пилата. Скажи своему мужу, пусть не делалось этому праведнику. Он же работал против себя. Вы улавливаете, чем это грозило? Но грозило, я говорю, условно. Богу ничего не грозило. Он хорошо знал, как поступит Иуда, как поступит Пилат. Но до последнего момента делает все, чтобы Пилат не испачкал свои руки в крови невинной. До последнего момента делает все, чтобы Иисус не был распят. Скажи этому, чтобы не делать праведнику никакого зла. И Пилат сам имел сердце разумное. Он понимал, что его предали из зависти. Помните, все дело, чтобы освободить Иисуса. Это человек, что вы с ним сделали? Это царь ваш. Нет у нас цара, кроме кесара. Если ты отпустишь, ты не друг кесару. Когда Пилат это услышал, он хорошо просчитал, что значит, когда на него донесут, что ты не друг кесару. Вот там еще один царь восстал, а ты кесарь настоящий царь, а твой наместник Пилат, он потворствует беззаконию, он понимаешь, может лишиться головы. И он подумал, умыл руки перед народом и сказал, я невиновен в крови этого праведника, теперь смотрите вы, а я умываю руки. Мог бы, мог бы настоять, но Бог видел эту тонкостью слабость Пилата, что он не сможет отказаться своей власти, он не сможет рискнуть своей жизнью, он не сможет рискнуть своей карьеры, и он предаст Христа. Это было совершеннейшее в знании, и он не боялся, что то, что он определил или написал, не исполнится. Поэтому, я для чего так вот начинаю эту тему вести, что Бога в планах не было погубить ни одного человека. И Павел, посланник евреям, говорит немножко такой, ну такая скрытая форма выражения, вот этой истины. Помните, когда сказали, что они, значит, не войдут в покой? А Павел раз туда говорит, а как же так не войдут в покой? Ведь написано, что почил Богу день седьмой от всех дел своих, а тут не войдут в покой. Как-то неудобно как сказать эти два выражения? Не войдут в покой, а тут совершил седьмой все дела, а тут покой не войдут. Павел в голове не было, что Бог совершил дела. Что он имел ввиду? Определил судьбу каждого. Назначил время рождения. Его голову не укладывало, что Бог определил на погибель человека. Вы уловили эту деталь. Почил день седьмой от всех дел своих. То есть он не мог сделать дело во вред кому-то. и он понимал, что Бог назначил судьбу. Такую судьбу человек не погиб, а был спасенным. Поэтому и ставит просто. Как же так, если Бог сейчас творил? Если Бог назначил планы, эти планы чудесные, почему же они не вошли в покой? Говорят, за неверие. Бог говорил, идите за мной, как я буду вести, живите так, как судьба назначена, а вышли по свой, будут погибли поэтому. Поэтому я бы хотел помнить, когда запомнили, что вот этой теории о предопределении, что одних в рай, в ад, нет деблейского фундамента. И есть просто неправильное понимание некоторых вопросов. И Бог никогда не приготовлял ад для человека. Вы помните, кому ад приготовлен? Для дьявола и для ангелов его никакого упоминания о человеке. А человек выбирает сегодня. Идет за Христом, идет в жизнь вечную. Идет за дьяволом, идет погибель вечная. Выбирай, есть два места. Третьего не бывает нейтрального, чтобы ни ад и ни рай. Есть два места, а человек сегодня выбирает. Вот потому, вот я обратил внимание, что нет воли отца вашего небесного. Нет. Так и в нашей жизни не всегда надо обижаться на Бога, что Бог предназначил такую тяжелую судьбу. в некоторых случаях есть моменты очень трудные в нашей жизни, даже тогда, когда мы живем по воле Божьей. Но они нужны для того, чтобы отшлифовать нас, чтобы устроить наше сердце, чтобы научить нас жить и в радостях, и в трудностях. Но есть некоторые моменты, которые дьявол создает, которые Бог не планирует, но допускает по некоторым причинам они приходят в нашу жизнь. Но Бог их не планировал. Они или пришли по нашей доброй воле, когда мы жили так, как хотели, или какие-то козни дьявол ставят. Это допущено, иначе нельзя оправдать нас. Мы не понимаем этого. Но вы помните очень такой яркий пример с Иовом, когда пришел сатана и клеветал на его. как клеветал? Аккуратно и хитро. Обратил внимание на его? Обратил. Ну что, праведник? Праведник? Но говорит, ты его кругом оградил, ты не даешь доступа, его стада по земле распространяются, его дети, исключительные дети. Конечно, он тебе будет служить, все так служат. А вот давай я заберу и тогда посмотрим. Ну, как вы думаете, что оставалось Богу сделать, чтобы оправдать Иова? Иди и забери. И уже от Иова зависело, прославлен будет Бог или обесчастен будет. Это не так все просто и не так поверхностно, как мы сегодня часто понимаем. И когда Бог снял ограду, дьявол тут же забрал. И дьявол, и Бог ожидали, что же Иов скажет? А он сказал, вы помните, что он сказал? Господь дал, Господь и взял. А дальше что? Да будет имя Господне благословенно. Ну, конечно, знал. Как он и все знает. Но дело в том, что наша свободная воля, она может повернуть по-другому. И Бог то знание, которое имеет, я, наверное, эту фразу скажу чисто условно, Он как бы не принимает в расчет. Он действует так, как будто Он ничего не знает. Вы поняли это важное? Я бы, наверное, так не действовал бы, потому что я глупее много, чем Бог. Если б я понял, что бесполезно время тратить, бесполезно с Ним молиться, бесполезно с Ним разговаривать, я бы не стал время тратить попустую. Зачем? Ну, зачем? Вы улавливаете разница между нашими мысляниями Божиим? Бог знает всех людей на планете, знает, чем кончится дело, но тем не менее делает все, чтобы спасти человека. Иисус Христос умер. За грехи скажите? Как как? Ну, то за наши, то за нас. Все, другой фразой сказать как? О, за грехи всего мира. Спрашивается, зачем? Если наперед знал, что люди погибнут. Но он умер за грехи всего мира. И никто никогда не скажет, ты меня обошел, ты для меня ничего не сделал. погибель человека, она закрыта только в его сердце. Только в его свободной воле. Вы еще не наблюдаете такую картину. Сильнейшие братья и сестры, крещенные Духом Святым, я знаю, изгоняли бесов, сильнейшие прочисты были, а умирали с проклятием на устах. Зачем было это делать? Зачем было восхищать такого человека на небо, показывать небо, который рассказывал, что он там видел, а после скулой на устах умирать? Зачем делать так? Он делает, как будто он ничего не знает. Да то хорошо, если бы покаялся. Это слава Богу, если бы он покаялся. Но я понимаю, если человек одержимый, если занят дьявол, ему трудно каяться в то время. Но я не эту тему веду. Я веду, что Бог действует как будто не знает. Все делает для человека. И если сегодня мы в чем-то черпим какие-то провалы, я еще черплю провалы какие-то, я хорошо понимаю, что делаю у него, хотя могу иногда роптать. Но еще трезвым разумом все-таки не в Боге делал, а во мне. Я не все делаю то, что надо. Я не всегда выполняю то, что Бог советует. Он советует, просит, но никогда не пугает, что я тебе то, да то, да я тебе то, да то. Да, предупреждает, буду судиться с тобой, но чисто дает информацию, что может быть. Вот мы часто неправильно мыщим в некоторых вопросах. А попробуйте скажите грешнику, что если так будешь делать, попадешь под проклятие. О, он меня проклял, ты понимаешь, нашел место, проклял меня, да он не проклинал, тебе сказал, что с тобой будет. И всего лишь, как он тебе проклял, что он сказал, будь ты проклят, или что, как он сказал, он просто открыл тебе место Писания и показал, вот тут так написано. Неужели предупреждение о том, что можешь попасть под проклятие, мы иногда вот так вот легко и просто ставим знак равенства самим проклятием. Но даже по крайней мере нечестно, а потом глупо, а потом еще я не знаю, как ее можно назвать. А так написано, да облечется проклятием, как рызая, да войдет она во внутреннее чрево, но там же впереди написано, за что это будет? Вот и все. Какое же это проклятие? Это предупреждение? Это помощь со стороны Божьего, чтобы во свете ходил, и все, и больше ничего? Мы иногда способны вот так вот по-хитрому закрывать кому-то уста, чтобы не слышать предупреждения, а не проклятия. 15 стих. Здесь же порядок облечения, который должен быть в наших отношениях с нашими братьями, которые могут нас не понимать, или огорчать, или согрешать против нас. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. И если же не послушает, возьми с тобой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытар, или мытар, правильно, не знаю, как ударение. Мытар, да? Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связан на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это очень такой важный текст, часто нами читаемый и также часто нарушаемый. Приблизительно вот такой же пропорции. И вот Библия дает такой совет. И если согреть против тебя брат твой, пойти и обличить его между тобою и одним. Двое точное стоит. Если послушать тебя, то приобрел ты брата твой. Почему приобрел? Он сидел рядом со мной. Он ходил рядом со мной. Он жил рядом со мною. Откуда я его приобрел? Правильно? Правильно? Что боитесь говорить? Погибший человек. согрешил не каяться. А вы знаете, который согрешил и не каяться, он находится в смерти. Поэтому, если ты поговорил с ним, если ты ему разъяснил, что ты делал против меня, это грех, покайся, если он покаялся, то ты приобрел брата твой, ты его вырвал из плена смерти. Вот поэтому пойди и сделай. Это первое. Что должно стоять на повестке дня про нашим отношениям друг с другом? Спасти. Второе. Почему именно предупредить поговорить с ним? Вполне возможно, он не понимает, что он делает. Вы согласны с чем? Да. Очень часто в нашу жизнь вошли такие нормы поведения, которые кажутся нам правильными, но в самом деле они не таковы. И кто-то, кто допустим появился то ли в церкви, то ли в вашем доме, где была другая культура, где были другие отношения, ему дико то, что мы делаем. Потом ты пойди и скажи ему, что мне это не нравится, я не хочу, чтобы он подшучивал. А такое часто бывает. Мы любим шутить, правда? Любим. Но если внимательно посмотреть на эти шутки, то в этой шутке есть доля насмешки и унижения. Внимательно только когда-нибудь просмотрите шутки, мы шутим, и я шучу. Но я понимаю, что у всему есть свое место. И что часто нас вводит в соблазь? Мы довольно часто в глазах других любим посмеяться сами над собою. Мы это делаем с удовольствием, чтобы показать людям, что мы все-таки люди, которые способны насмешки переносить довольно спокойно и свободно. но в то же самое время мы не можем терпеть, когда над нами кто-то так подшучивает. И вот когда мы шутим сами над собою, то другим кажется, что нам это очень приятно. И он тоже начинает над нами. оказывается неравнозначно сам сам над собой могу, а другой не смей. Поэтому я только взял одну сторону. Некоторые элементы нашей жизни часто встречаются. Но вот такие случаи в разных сферах жизни, в разных отношениях, они могут повторяться. Только в различном исполнении и в отношении других сторон жизни. подумай себе, а что он написал? Первое, почему обречи, чтобы спасти? А второе, чтобы он больше не грошил и понял, что это тебе не нравится. Подумай себе, ты будешь молчать. Он думает, что тебе приятно. Он будет даже доставлять тебе приятное и наконец выйдет из тебя окончательно. Пойди и скажи. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Поэтому никогда нельзя решать сложные вопросы, которые могут касаться не только двоих, но и еще кого-то один на один. Нужно, чтобы был кто-то, кто бы слышал ваши рассуждения и упасеть всем, может сказать, да, он так говорил, или нет, он так не говорил. И здесь имеют огромный вес свидетелей. Когда уже пойдешь, чтобы решать вопрос на более высоком уровне, не просто один на один, не получается один на один, значит, не иди один, иначе впоследствии будут большие разборки. Один может говорить, ты мне сказал вот так и так, а я так не говорил, а свидетелей нету, а ты попробуй расши, кто из них что говорил, там не бывшие, а уже когда есть свидетели, как раз и свидетели расставляют точки, да, было, да, да, именно вот так говорил, они иначе, потому чтобы не было бесполезной работы, чтобы еще раздор больше не увеличивался, чтобы неправая сторона еще больше не усилилась, не иди один, возьми с собою двух, одного или двух, чтобы было вас три, и тогда утверждение будет иметь силу, потому что свидетелем полноценным сто процентов является только тот, кто сам лично слышал, кто сам лично видел, кто сам лично присутствовал, все остальные это не свидетели, мы на них не можем опираться и ложить основания, и второе, свидетели выбираются люди честные, которые могли бы в любой обстановке, независимо от того, что будет дальше, сказать да или нет, вы знаете, иногда быть честным не так просто, это означает, что ты лишаешься поддержки чьей-то, поэтому лучше всего, конечно, не иметь конфликтов, потому что когда будет конфликт, независимо от того, кто прав, кто виноват, разбираешься, этот конфликт, непременно потеряет авторитет у какой-то части, независимо от того, правильно он рассудил или неправильно, вы меня поняли? Вот что делают конфликты, кажется, если они улажены и по справедливости то все хорошо, не совсем все хорошо, всегда будут люди понимающие по-своему и как бы вы ни рассмотрели, они отвернутся от вас, если они нечестные люди немножко. Вы уловили эту деталь? В конфликте всегда кто-то что-то теряет, независимо от того, как он рассудил, правильно или неправильно. И если не навсегда, то временно обязательно, потому что может быть вполне возможно люди, которые были неправильно, одумаются и поблагодарят этого человека, но то не всегда так бывает. Поэтому лучше всего их не иметь. Чтобы не иметь конфликтов, это невозможно. С твоей стороны можешь делать все, чтобы не было, а на меня ты не можешь никак повлиять. Это уже мое дело, как я буду относиться. Я просто в общем говорю, что это очень отрицательное явление, которое имеет глубокие корни и впоследствии даже. Конечно, можно, чтобы не было, когда церковь стоит на страже, когда она молится, когда оберегает человек себя и других. Тогда и то мелочи бывают, даже после церкви стали одни обижать других, и все. Господь зробил все, да. Поэтому, конечно, я, допустим, когда говорил именно о том, что все-таки кто-то что-то теряет, то я понимаю на некоторое время. Потому что в конце концов человек одумается, просмотрит свою жизнь и, вполне возможно, меняет свое мнение. И все, это восстанавливается. Сколько времени уже? И что есть время, да? Наверное, мы еще 15 минут поговорим, отдохнем, и там минут 50 еще будем говорить. Значит, я вам один случай расскажу, который я рассказывал уже, хотя он был связан, ну, немножко не с этой темой, которой я сегодня говорю, а с другой. Я эту сестру знаю, правда, брата того не знаю, а та сейчас с которой и было. Значит, когда в одной из церквей встал, брат регент был, и встал на кафедру после того, как они псалом спели, и стал говорить, и стал говорить на ином наречии, на языках. Там была сестра, это была сестра, Надя Бакунович, которую вы знаете, в то время было ей лет, наверное, 15 или 16, Бог ее крестил Духом Святым, и они, значит, заехали в эту церковь, ну, с посещением, как всегда, будет, километром за 180. Ну, он стал говорить на языках, а она поднимает, говорит, сядь, блудник, ты, там, говорит, человек плачет давно, а ты кровь его пьешь, пока еще, ищела, вы знаете, что такое, 15-летняя девочка, а у слуха в этой церкви, вот, сказать такие вещи, а он, говорит, сразу же, это, говорит, ложь, это клевета, такого никогда не было, это лжепророк, после стабородки подходит, спрашивает, ну, что сейчас, как ты думаешь, это Бог говорит у них, а она, не знаю, думаю, что Бог говорит, но так каждый сказал бы в этом вопросе, но, вот, чем была сущность, в этой церкви, за этим братом замечали, замечали, и замечали с кем, но не могли поймать, они тут же едут туда, к этой сестре, по сестробранию сразу, к сестре, сестре, вот такое, такое дело Бог открыл, было, да, вот уже пять лет, когда мы живем вместе, он приезжает туда, к нему, сестре призналась, я на луж, говорит, меня снять хотите, вы авторитет хотите подорвать, не было такого, я только что и что упустил, когда было такое подупреждение, что сядь, то было сказано, если ты не покаешься, то придет время, когда выскочишь на улицу, поражу тебя тяжелой болезнью, выйдешь на улицу, будешь говорить всем, что ты делал, только для того, чтобы я снял с себя эту болезнь, и если ты обратишься ко мне, я себя помилую, ну вот смотрите, проходит год, проходит два, проходит три, все в норме, ничего не видно, и как Бог сказал, так и сделал, сильнейшая болезнь, и он терпел, и сделал так, как Бог предсказал, выскочил на улицу, и всем говорил, что он делал, и что самое интересное, потом пошел к братьям, признался, что это было, что он клеветал на эту женщину, с которой он жил, клеветал на сестру, которая проществовала, и когда они помолились, в это же мгновение Бог снял эту болезнь, я о чем говорю, вот эта сестра в глазах этого брата потеряла авторитет навременно, потом, когда она приехала, он уже был лет под 80 старец, она уже была в средних летах, а то летом я через 25 она туда приехала, он ее узнал, пригласил в свой дом, накормил, попросил, в прошлом говорит, я говорю, благодарю Богу, сейчас так тогда было, иначе я погиб бы, я бы не нашел силы, чтобы побороть это, почему я сказал, временно, но если Бог продолжает свою работу, то наконец настанет время, когда эти отношения восстановятся, но это иногда может пройти довольно длительное время, если же не послушает, читаем дальше, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытар, смотрите, как вы думаете, это означает одно, исключили его, может он иметь спасение еще или нет, или для него дверь закрыта, потому что исключили, я вот что хочу сказать, когда мы исключаем из церкви, действительно, эти люди объявляются нами, как язычники, люди, подумают этому мытару, который занимался этими поборами, то есть там последний человек, но это не означает, что Бог его списал со счетом, это мера наказания, здесь расшифровать, а как это выглядит на словах, оно будет звучать так, Господи, мы, как церковь, приняли все меры, и приняли по слову Твоему, но у нас ничего не получилось, мы его исключаем из церкви, занимающей им сам, вы ловили мою мыщик, и здесь Бог делает дело через людей, через церковь, когда уже люди не могут справиться, когда ничто не помогает, он просто исключается из церкви, для церкви он, как язычники, мытар, а Господь им может продолжать дело, вот почему, когда мы читаем, что блудников и пролюбодеев кто судит? Ох, если это обнаруживается, если человек не раскаялся, не исповедовался, это выложил наверх, его исключают и отдают в руки Божьи, Господь сам судит с ним, мы уже больше ничего сделать не можем и держать его в церкви тоже не можем, он не может быть в церкви, я просто очень хотел бы, чтобы вы уловили вот эту деталь немаловажную, потому что в связи вот с такими случаями очень часто употребляется слово, которое написано в послании к евреям, если мы, имея познание истинно, произвольно грешим, то не остается более жертву за грех, но некое страшное ожидание суда, и ярость огня готова пожрать противника, и если, говорят, отверстия закона, мы еще безмилосердно наказывался смертью и так далее, и так далее, то есть понимают люди так, Бог отрубил и все, нет покаяния и нет спасения, это означает не совсем то, это означает одно, что просто, Господи, прости, не получится, здесь будет наказание, ярость огня, чтобы этого человека смирить, чтобы показать ему, куда он зашел, но это не означает, что ему нет возврата, а между этими понятиями есть большая разница, объяснить человеку, заработал, получает одно, это не одно и то же, поэтому я очень хочу, чтобы в будущее время вы эти вещи понимали правильно, Бог есть любовь, но Бог еще есть кто? Ягонь поедающий, он в миру, чтобы дать человеку возможность опять побросить спасение, строгость пройдет покаянию, жестокость лишит всего, и Бог бывает достаточно, что строгим, но не жестоким, хотя его рука очень тяжелая, и, знаете, вот эта строгость и жестокость, это как на лесбе бритвы, шут-шут, и уже, но то с нашей стороны так может быть, когда мы решаем вопросы по строгости или по жестокости, у Бога, конечно же, такого не бывает, Он хорошо знает эту меру, и хорошо ориентируется, куда ступить надо, или в сторону милости, строгости, или в сторону жестокости, поэтому я просто уже не хочу, чтобы вы тоже вот это поняли, потому что для работы с людьми это важно очень, стоит только неправильное направление дать, и вы отрубите последнюю надежду у человека, и тогда вина будет ваша, моя, и так далее, чтобы вместо того, чтобы, конечно, я понимаю и другое, к одним будьте милостью вы с рассмотрением, а других как спасайте? Только бы нам не перепутать. Вот и все. Но тут два варианта, которые применяются Господом в церквах при разборе дел. Только бы не перепутать, чтобы там, где надо быть милостивым, там были страхом спасали, а где надо страхом спасать, миловали. Вот в таких случаях мы просто даем человеку возможность развиваться в отрицательную сторону, к отпадению, наоборот. Истинно, говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрушено на небе. Это тоже очень важный элемент учения, но не элемент, а место писания, лучше я так скажу. Когда тут так будет связано? Когда мы делали по писанию. Если мы делаем вразле с писанием, никто нам этого вязать не будет. На земле да, можем связать, но на небе не будет связано. А если на небе не будет связано, или наоборот разрешено, тогда знаете, что эта работа не нужна никому, никчемная работа. А если допустим мы решали по слову Божию, да, Бог учитывает нас, учитывает. Я допустим сам по себе знаю, однажды в одном касался одного брата, он сейчас ходит в собрание, нормально, не тех, кто где-то сегодня нет. Я так сидел и думал, Господи, ну как сделать? Потом говорю, Господи, вот я решил так. Бог говорит, ну и сделай так, как ты решил. Прямо, четко, сделай так, как я решил. Как ты решил в смысле. Хотя это было, можно было так и так. А говорит, сделай так, как ты решил. То есть согласен, но я не говорю, что всегда должно быть вот так, ну сделать так, как ты решил. Но здесь просто направление дается, если мы работаем под водительством Духа Святого. Если в наших решениях присутствует Писание, то, что мы свяжем на земле, то будет связано на небе. И уже никто не развяжет. На земле можно, а на небо не заберешься. Чтобы там развязать или там связать. Это очень важно. Сегодня, если так вот посмотреть, я этот пример часто повторяю, когда сегодня Бог красит Духом Святым, его за это исключает из церкви. Скажите, такое может быть связано на небе? Никогда. Никогда не будет связано на небе. Если здесь несправедливо вязали, никто там на небе вязать не будет. Но если вязали справедливо, но перебрали меру, я беру еще один вариант, тоже будет связано, но впоследствии нас так будут вязать, переберут меру по отношению к нам. Как ты поступал, отменить не отменят. Почему? Вина есть. А то, что меру перебрал, тебе переберут меру в свое время, в каком-то вопросе. А связано будет. Потому что было за что, надо было. Поэтому очень важно, конечно, когда за просвет молиться церковь, чтобы они не делали таких ошибок. Потому что ответственность пастора очень большая. Я часто поражу пример Иисуса Навина, который сделал ошибку, когда пострадил гаванитян. Вы помните? Это была ошибка, но Бог утвердил. Утвердил. Когда Саул, а Саул это знал, и решил исправить ошибку Иисуса Навина. Вы помните? Он гаванитян истребил, то Господь пошел за Иисусом Навиным. Он послал голод на землю. За что? За кровь кровожадного дома Саулова. За то, что он умертвил гаванитян. Поэтому довольно серьезные вопросы. Может, мы иногда решаем их легко взвешиваем все это, но в самом деле, здесь, наверное, не до шуток и не до легкомыслия. И трудно исправлять некоторые ошибки, хотя, наверное, можно и надо. Конечно, наше время немножко другое время, чем то было, но, тем не менее, все-таки время Иисуса Навина это форма нашего времени, поэтому мы можем оттуда что-то взять, можем оттуда подчеркнуть сам принцип мышления Божия и саму меру ответственности немножко к себе приложить. Делаю, но что дальше может быть? Истинно также говорю вам, дальше идем, истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди и вас. Мы на эту тему говорили не один раз. Еще двое или трое найдет нас таких мудрых сегодня. И соглашимся, что Бог в нашу церковь каждому члену прислал по самолету. Будет нам или нет? Будет? Не думаю, что будет. Не думаю, что будет. Так пусть аэродром строит. Давайте это будем просить. Что вас должен на него долетать будем? Во имя Мое. Если во имя Божьем у нас не будет глупых запросов. У нас будет рождаться желание и просьба к Богу. Он же сам хочет рождать желание, правда? он Он производит в вас действие и хотение как по своему изволению. это конечно пушки и танки просить не будем. Сегодня время опасное, разбой на дорогах, почему не ездить на Volkswagen, а почему не в танке? это будет гораздо надежнее. Идите же то самое. Боже скажет глупость, то что? Это глупость и буду отвечать? По воле Божьей. А воля Божьей какая блага и угодно совершает. Там тоже есть свои нюансы, но тема проповеди, это не это подчеркнут. Но здесь важный элемент подчеркнут. Во имя Господня, если будут люди, тогда у них не будет тех вопросов, которые возникают тогда, когда люди идут во имя свое. Вы знаете, что не секрет, Библия так говорит, что многие думают, что благочестие служит для чего? Ну правильно. И так и думают. А если не думают, то живут так. Были пьяницы, негодные люди, отбросы общества, покаялись. Бог исцелил от наркомании. Они уже не пьют, они стали зарабатывать деньги, стали хорошими отцами, и все. А церкви от них никакой пользы. Вы поняли, к чему я веду? Мы то знаем, как говорить надо. Для кого прибытка? Бог дает нам и для нашей жизни все то, что надо. Но цель его не только обеспечить семью свою, не только быть человеком, а работать для него еще в предачу. Если мы запнулись только на том, что стали хорошими мужьями, хорошими женами, хорошими семьянинами, и все, то знаете, что от Бога взяли то, что нам надо, а ему ничего не дали. хотя воспитание детей это тоже большой труд. Но тут чисто элементарные обязанности каждой семьи. Поэтому я просто направляю вас к тому, чтобы и в этом вопросе мы думали. И Бог где двое или трое собранный во имя мое, там и я посреди них. А если во имя свое, а если собраться вместе, вместо чтобы молиться, обговаривать людей, или решать церковные вопросы, скажите, Богу там есть место? Есть, только не там у Бога, а у строгами там место. Есть, к черному строгами. Это болезнь сегодня. Приходят люди молиться, и покуда молиться, они обоих всех людей в святость приведут, зато сами запачкаются. А после молятся. Я думаю, тогда очень трудно молиться. И времени нет, потому что забрали на разговоры. И на сердце тяжело, и делали не то, что надо. А потом пришли молиться, молитесь. И читать Библию, читайте. А церковные вопросы другие будут решать, без вас. Я немножко так говорю, потому что я знаю, что так есть очень часто. тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, это 21 стих читаю, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз? Для Петра это был предел совершенства, чем раз простить. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седми жди семисяти раз. Посчитайте, это что, 490 раз, да? Это сколько, через сколько минут прощать? Ну, кто в математике силен? А? Ну, 490 сколько минут в дне? У дне? Это такой короткий день. Восемь часов подряд, каждую минуту прощай и прощай и прощай. Рабочий день целый. Сиди, да прощай прощай, прощай, прощай. Там наверняка и грошить будет, да? Если начнем прощаться только. Вот недаром Христос вот так вот, таким образом ответил на вопрос. А Петру казалось до семи раз это уже очень, очень, очень хорошо. Почему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими? Когда начинал сосчитаться, придет к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государ его приказал продать его и жену его, и детей его, и все, что он имел и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяющий ему говорил, государ потерпи на мне, что тебе заплачу? Государ милосердивший над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был 100 динариев, и схватил его душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились, и происшедшие рассказали государу своему все бывшее. Тогда государ призывает ему и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государ его отдал его исчезателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и отец свой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его. Думаю, эта притча, она вами читалась не один раз. И опять действует принцип Божий или образ мышления Божьего. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Господь ведет речь по себе, и, наверное, мы все должники перед Господом, которому очень много простил, но мы, к сожалению, не всегда умеем прощать. Языком легче прощаем, а от всего сердца, как здесь написано, гораздо труднее. Но и как раз-то речь идет о том, чтобы прощать не просто языком, а как? От всего сердца. Говорит, так же точно в такую же миру поступит с вами и Отец ваш Небесный, когда будете молиться и просить, Господи, прости меня. Так что своей жизнью мы очень часто готовим для себя ответ Божий и поведение людей нас окружающих. Ведь в конце конца очень часто что мы делаем людям, то делают люди нам. Прямой ответ. Ну и даже меры добрые, утрощенные и нагнетенные. Не просто знак равенства, но немножко чуть-чуть побольше еще. И Бог так благословляет меры доброю, утрощенные и нагнетенные. И ответ на наши дела точно так же. Какой меры мерите, такой и вам будет отмирено. Любите людей обговаривать и вас обговорят. Да радуйтесь, заработали то, что хотели. А? Ну да, правильно. Просто Священное Писание говорит, что в Доме Божьем есть сосуды разные. Но одни в почетном потреблении, другие в низком. И кто будет чист от всего, тот будет сосудом угодным или чистым, благопотребным, владыке, на всякое доброе дело. А кто не чист, то он вот так и работает, чтобы ответить не чистотою. Не будешь же праведник отвечать за беззаконие беззаконие? Надо с того понимаешь вещи и делают так. И все. Там когда читаем Тимофею, я уже не буду делать разбор послания к Тимофею, там написано, что есть разные сосуды, золотые, серебряные, глиняные, деревянные, я за себя говорю. И деревянные, глиняные, и такие, другие, золотые, могут быть почетным потреблением. И могут быть в низком. И могут быть в низком. Если чисто от всего, значит, будешь почетным потреблением, не чисто. А для чистых все чисто. Помните такое местописание? А для оскверненных есть что-нибудь чистое? Нет. Почему? Оскверненных ум их и совесть. И человек, который осквернен ум, он никогда ничего чистого в ваших поступках не увидит. Вы будете делать от всего сердца, а он скажет, лицемеришь, брат, прости, не верю, ну прости, ты уже много раз просил. И так будет целый день с ним разговаривать. Он не верит, его ум осквернен и совесть осквернена. И что бы ни делали, все для него будет плохо. Он все видит в таком неприглядном свете. 19 главу читаем. Когда Иисус окончил Словасии, то вышел из Галилеи и пришел предел иудейский за Иорданской стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И третий стих, здесь мы ищем, на который уже будем обращать вниманием останавливаться. И приступили к нему фарисеи. И искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, почему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал того человек да не разрушает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердии вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разводится с женой и своей не за пролюбодеяние и женится на другой, тот пролюбодействует. И женившийся на разведенной пролюбодействует. Говорят им ученики его, если такова обязанность человеку жене, то лучше не жениться. Смотрите, какой тяжелый вопрос. Непростой вопрос. Когда они выслушали все требования Божьи, которые Бог предъявляет к браку и что этот брак не зыблем, а то, что делается, по женскосердию человеку сказали, тогда лучше не жениться. Оказывается, это очень тяжелый вопрос. И великая проблема, проблема несовместимости последствия развода. Вопрос поставили фарышей и поставили искушая его. И если бы фарышей спрашивали не искушая, а какой-нибудь другой причин, не понимали, наверное, Иисус говорил бы не так. Но только они поставили вопрос для искушения, то он стал им отвечать. Он сказал им в ответ. Во-первых, по всякой ли причине позвольте на человеку разводиться с женой своей. О том, что есть развод и мысли не было, есть. А вот по всякой ли причине увидите вот этот вопрос как стоит. Они были настолько уверены, что развод это нормальное явление, что об этом даже вопрос не ставили. А вот по той причине можно уже можно было задать вопрос. Иисус вот что отвечает. Он сказал им в ответ. Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? Вот так интересно написано в первых книгах Бытие. Сотворил человека и уже в Адаме Адам не был обоеполен, как теперь есть такое явление. Но у него были все способности и мужчины и женщины. Но Бог в плане видел, что в ребре Адама и Ева сокрыто. И вот на чем он обосновался, о том, что нет разводов. Они же, говорят, были одно. И Ева по сути дело. Ну конечно, не Ева как человек в ребре, но Бог видел, что будущее из этого ребра Ев будет создавать. Они же были одно. Если я отнял ребров Адама, из этого ребра сотворил ему жену Еву, то они же одно были. И соединяются через брачные отношения. Как вы можете их разводить? Они же одно. И когда Адаму стало скучно, то я из его же ребра ему жену создал. На каком основании вы имеете право разводиться? А Моисей, говорит, дал такую заповедь. И вы знаете, что и Бог согласился с Моисеем. Но открывает почему? По жестокосердию вашим. А в начале, говорит, не было так. И сказал, почему оставить человек, отца и мать, и прилепиться к жене своей? Не просто соединиться, а прилепиться. А чем прилепляется? Как вы думаете? Чем? Духом? Ну не знаю, как он духом лепится. Любовью к ним прилепился Соломон любовью. Это единственный клей, который Бог любит и которым пользуется, хочет пользоваться. Часто люди прилепляются к домам, к машинам, к деньгам и прилепляются. Но это не тот клей. вы помните песни Песня Соломона? Кто помнит, как там написано? Если бы кто давал все богатства дома за любовь, то он был бы отвергнут. Как? С презрением. К сожалению, не всегда это отвергается. тем более с презрением. Поэтому я просто взял один аспект этого вопроса. Он очень важен. Прилепиться, не сблудить, да потом насильно женит. Это не дело. Не по расчету. Это не такой клей. Единственное клей, который Бог употребляет и любит его. Любовь. К ним прилепился Соломон Любовь. Я просто взял этот текст, чтобы показать, чем прилепился. Обычно, когда мы вопросы разрешаем, то мы находим, где об этом написано. А иначе, если я даже буду говорить правильно, но если я не скажу вам текст, вы можете сомневаться. Так что они уже двое, не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорит им, Моисей по жестокосерде вашим позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. То есть покуда человек не почирал своей божественной сущности, которую Бог вложил в него, у него даже в голове не было такое делать. Но когда пришло время, очень далеко отступил от Бога, там пошли разводы, многоженство и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что человечество стоит не на должном уровне. Но я говорю вам, кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женивший на разведенной прелюбодействует. Мы об этом говорили уже. О чем говорили? Вот это очень похожие грехи. Есть любодеяние, есть прелюбодеяние, и есть еще что? плут. Это не одно и то же. Хотя часто, даже я читаю баслузскую литературу, иногда вот эти термины заменяются один другим, но Библия так не заменяет. Если она говорит, что нет прелюбодеяния рождены, там имеется свой подход к этому вопросу. Потому что когда мы будем исследовать Писание, я повторю то, что мы уже читали, перечисляются грехи и стоит любодеяние, и сердце сходит прелюбодеяние, стоят рядышком. В чем разница? Оси отвечает, любодействуют дочери ваши. То есть любодействовать могут люди неженатые, холостые. Прелюбодействовать они не могут, а прелюбодействуют замужние и женатые. Почему? Что такое любодействовать? Ну вы можете назвать по действиям, обниматься, целоваться. Но это сложное русское слово разобрать. Любить, действовать. То есть делать дела, которые люди делают, когда любят друг друга. Вот так вот расшифровавших. Но для женатых это можно и это необходимо. Это не является грехом. То, что будет грехом для тех, которые не имеют на это права. Для них нормальное явление. А уже с соседкой это любодеяние, сверх любодеяние, прелюбодеяние. Что такое престол, допустим? Я просто разбираю по частям нашу русскую речь, наши слова. Престол это стол, стоящий выше всех остальных столов. Это у царя. у него есть министры, у него дальше по нашей государственной структуре еще есть начальство, они тоже за столами сидят, мы тоже за столами сидим. А у него стол, который стоит выше всех столов, называется престол царский. Так здесь любодеяние и прелюбодеяние. А когда вы будете читать послание Галатам, вы там найдете другую связку, стоящую рядом, блуд, прелюбодеяние и так далее. А блуд это то, когда вступая с противоложим полом половой контакт. Это блуд называют. Это не прелюбодеяние уже. Хотя начало положено отсюда. Начало с действий окончилось блудом. поэтому я просто все расставляю на свои места. Нет, конечно. Оно ведет к этому. А уже финальная часть это блуд, если не остановится. Тогда говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово седе, но кому дано. ибо есть копцы, которые еще матери родились так, то есть люди, которых нет потребности в половой жизни. У них отсутствует это влечение. Я тут хочу немножко добавить вот что. Вот это влечение половое это нормальное явление, как то, которое мы имеем и есть и пить. Но то, что Господом сотворено, оно не мучает людей. Они вполне легко контролируют это. Но когда присутствует дуб блудодеяние, тогда начинаются проблемы. Я это для чего говорю? Потому что не все люди понимают и оправдывают свое влечение неуемное. Меня таким Бог сотворил. Бог человека таким не сотворил. Он сотворил его нормальным, который может контролировать свои чувства, которые не отягощают его. Но когда присутствует какой-то дух, он ущиливает желание нормальное Богом сотворено, и тогда человек становится рабом своего желания. Вот это вся проблема. Говорят, дух блудодеяния внутри их, и Господа они не познали. Помните, тоже это пророк, который очень много говорил по этому вопросу. А есть скобцы, которые желания нету совсем, у них никогда и не может быть блуда, у них желания нет. Поэтому Христон говорит, кому что дано. Ибо есть скобцы, которые ищем матерью родились так, и есть скобцы, которые оскоплены от людей, да были евнухи, которые служили в царских дворцах, и есть скобцы, которые сделали сами себя скобцами для Царства Небесного. Кто может уместить, да уместит. Вот и умешайте. Оказывается, не умешается это. И днем, и ночью мучает. Если действительно не скопец, тогда лучше жениться. Многие этого просто не понимают. Это один из выходов, который предъявляет Священное Писание. Не можешь женись, не можешь выходить замуж, хотя женись просто, выходить замуж труднее. Это уже однозначно, но тем не менее. Это есть выход. И это не беззаконный выход. Это не хитрость своего рода. Так советует Писание. Многие думают, что не буду жениться, буду больше Богу служить. Ничего не сделаешь. Моя голова забита днем и ночью, и ничего ты не сделаешь. А когда женишься, то что-нибудь сделаешь для Бога. да, но он просто не способен. Если он не способен к жизни по одиночеству, то он не сможет и для Бога сделать. Какая тогда молитва, какой тогда труд, кого тогда что есть. а если он действительно способен жить, конечно, конечно, да. Потому что так или иначе, есть вторая часть, вторая половина сильная, шея, которая голову оборачивает, аж кости трещат часто, тоже проблемы есть, но тем не менее, но тем не менее. Ты говоришь, голова, а я шея. Как поверну, так и будет. Так что, но чем не менее, какая-то есть свобода, какая-то есть возможность быть свободным, и хотя, допустим, мог бы сделать на 90, но не можешь, но сделаешь хоть на 20, но сделаешь. А если, допустим, не принял правильного решения, то всю жизнь будешь мучиться, ничего не получится. Ни сюда, ни туда, просто бесцельно проведенная жизнь, мучения такие. И сами себя сделали. Конечно, это нормальные люди, которые были предельны них больше, чтобы они жили одни, они бы могли иметь жен, как Павел говорил, помните, что он говорил, я бы мог иметь как все, спутницы еще стружину, как говорят братья господни Екифа, но я решил, мне так лучше. Он был способен обуздывать себя, способен иметь свободное сердце в этом вопросе, и потому и сделал больше, чем кто-нибудь другой. Таких глубоких вещей, но во всяком случае, записанных для нас, наверное, мало кого вы найдете. Сколько написал Павел. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложил на них руки и пошел оттуда. Сегодня в наших христианских церквах так и делается. Дети благословляются, не крестятся, потому что крещение в полном смысле этого слова, в библейском понимании это есть обещание Богу доброй совести, служить ему доброй совестью, что не может сделать человек, который еще не имеет разума полноценного, взрослого, как мы говорим, ребенок этого сделать не может. Поручительство сегодня православные церкви поручаются, в этом есть полное противоречие священному писанию, которое Бог называет сетью. Если ты поручился за ближнего своего, ты опутал себя словами у своих, вот что сделай друг, пойди попроси из него, избавляйся как черно или как птица из руки птицелова. Поэтому вот это явление, оно не оправдывается Библией, а наоборот осуждается ею. И никто из нас не может поручаться ни за кого. иначе здесь я поручился допустим за брата Сергея и я не смог его предоставить Богу таким, каким Бог его хотел видеть, то гибнет он и гибнет я. Я грешник. Я не выполнил своего обещания. Кто сегодня может поручиться? Даже за своих детей не можете поручиться. За себя не поручитесь. За себя не поручитесь. сегодня одно на крыльях летаю, а завтра еле иду. Попробую поручить. И потому Ив однажды сказал Господи поручись сам за меня. Вот перед собою сам поручись за меня. Вот в этом смысле слова это поручительство хорошее. А для нас людей нет такого закона, нет такого правила. Это наоборот преступление. Это обманываем себя и обманываем других. А благословение да. Возложил руки, благословил. И это благословение, которое дети получают в таком раннем возрасте, когда еще не понимают даже, оно тем не менее их склоняет к Богу в момент выбора. Оно работает. Оно действует подсознательно. Не то, что там допустим, кто-то им трубит уши сюда и туда, но склоняет сердце. А знаете, одно дело, когда сердце склоняет, а другое, когда тебя заставляют склоняться. Вот как раз благословение, благословение, божеценно тем, что оно влияет на чувства и прорепляет сердце к чему-то. Христа возложил руки, благословил, сказал, не мешайте им приходить ко мне, потому что упустите время, сердце будет защитено другим семенем, и тогда придется корчевать что-то, а новые сеять. А это двойная работа и очень тяжелая. Легче научить человека, который ничего не знает, чем того, который что-то знает, но не так, как надо. И кто-то однажды приводил пример, когда отец привел к музыканту сына учить его музыке, и учитель музыки сказал так, если он учился уже где-то, то назвал огромную сумму, а если не учился, значительно меньше. Говорит, как? Надо, чтобы было наоборот. Он говорит, нет, мне легче научиться сначала, чем переучить его, что он уже знает, да не так, как надо. Я то не музыкант, и не играю, но я знаю, у каждого своя техника какая-то, чем-то отличается у учителей. Играют одно и то же самое, но тем не разница. Он будет учить так, как он умеет, а не так, как его научили. Да еще трудно переучить, оно само собой тянется, эти заученные движения, как автомат все равно, а уже где-то напрягать надо волю, чтобы переучить. Говорит, покуда говорят дети, проводите их ко мне. И кто-то однажды сказал так, что дети уже начинают воспитываться в христианстве в чреве матери. Оказывается, японские медики установили, что дети уже в чреве матери знают ее голос. Они знают ту атмосферу, в которой они жили, когда она еще в чреве носила. А уже когда они рождаются на свет, они прилипаются к тому, что они уже знают ищут то. Вот вам и склонность. Поэтому не только пять лет поздно воспитывать, а, наверное, надо сразу. Пусть они не понимают, пусть они плачут под пение псалом, под звуки молитв, а не под какие-то другие разгульные. Оно отпечатывается и все. Не мешайте детям проходить ко мне. Потому что таковых есть Царство Небесное. Мы об этом немножко говорили уже о детях, потом я не буду затрагивать. И положил на них руки, пошел оттуда. И сказал им, учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Вот это тоже очень важная мысль. Никто не благ, как только один Бог. То есть того потенциала святости, той доброты, столько, сколько имеет Бог, никто не имеет. Он один совершен. даже те ангелы, которые перед престолом Божиим поют, они ангелы. И они никак не могут равняться Богу. Ни по святости, ни по силе, ни по мудрости. И тот же самый Люцифер, который был полнотой мудрости, венец красоты, он был полноту помазанного херувима. Но не полноту Божию. И это очень важно, о чем я уже не раз говорил вам. Почему он мог и согрешить Люцифер, имея полноту? На полноты Божией ему не хватало. А там, где не хватает до святости Божьей, вот столько есть шанс согрешить. А Бог имеет стопроцентное все. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Подставляйте, любую характеристику Бога в этом месту и по любым вопросам, по любым сферам действия Божьей, ему равных нету. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Конечно, там было время закона. ну и сегодня, когда мы живем по благодати, никто нам не разрешает нарушать заповеди, хотя подход другой. Мы получили сплощение по вере, но если вера охватила еще наше существо, нам будет приятно и возможно и желательно исполнять заповеди. И исполнение нами заповедь Божий индикатор нашей веры или хождение в веры. Я имею ввиду веру как хождение перед Богом. Покажите вашей веры. Добродетель и так далее. Вы помните этот текст первого послания Петра. Покажите ваши веры. Если вы назвали себя верующими, эта вера должна выразиться в вашей жизни. Соблюди заповеди, говори ему какие. Иисус же сказал не убивай, не пролюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего как самого себя. Юноша говорит ему все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Все таки это был богобоязненный юноша. Немного найдется людей, которые могли бы так сказать. Иисус не упрекнул его, ты обманываешь меня. Иисус сказал ему, юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Оказывать при той полноте, которую мы видим сами в себе, очень часто есть и то, чего мы не видим, чего мы не замечаем, но чувствуем, чего то не достает. если бы он чувствовал себя как положено, он не приходил бы спрашивать, что еще мне не достает. Но что-то смущало внутри, а что не знал, потому что то, о чем было написано, он исполнял все. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах и приходи следуя за мною. Услышав слово «щие», юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Только остановиться на этом тексте значит не иметь полного представления, что имел в виду Иисус Христос. Когда мы читаем евангелистов других, которые на этот вопрос отвечают, там немножко ясность вносится. В ответе Христа эта ясность сквозит. Трудно надеющимся на богатство, не просто имеющим его. Если оно есть и заработанное честным путем неворованное, это благословение Божие. Но когда уже богатство становится основанием для счастья на будущее, когда вообще проблемы, решение проблем и вопросов связанных именно с богатством, тогда уже это отступление от Господа. И я не думаю, что Господь говорил ему, ущи, продай и останься ночевать на улице. У него было очень большое имение, которое он никогда не изжил бы сам, которого хватило бы для многих людей, чтобы они жили. Но ему было трудно отдать, он был привязан к этому. И Библия говорит, услышав слово «Ще», юноша отошел с печалью. Это было сверх его сил. С одной стороны, он просил, в чем дело, что я чувствую себя несвободным, что меня связывает. Когда Иисус показал ему, он был не в силах эту отвергнуть. И отошел с печалью. Это проблема очень многих людей во все времена и в том числе в христианстве. Это непростой вопрос. И Библия предупреждает его. Был один нюанс в его жизни, который даже сам не мог рассмотреть. И хотел рассчитаться с ним, но когда узнал, с чем надо рассчитаться, просто не был силен это сделать. Был привязан с сердцем. Иисус же сказал ученикам истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти свой игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Конечно, обращаю внимание на игольные уши. Говорят, что были там врата в Иерусалиме игольные уши. Чего еврейские равен и обшмей вот. Никогда их не было таких ушей. Какой-то монах в девятом столетии придумал такое толкование. И пошло гулять почти до сегодняшнего дня. Иисус имел обыкновенное игольное ушко. Вы хорошо понимаете, что верблюду невозможно протиснуть это ушко. Но Христос такое интересное сравнение поставил. Но легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатым войти в Царство Небесное. Вот смотрите. Какое интересное сравнение и интересное выражение. А мы же хорошо понимаем, что верблюд в игольное ушко не пройдет, но ему легче пройти. Услышавши это, ученики весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус воздрев сказал им, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Не только этот вопрос, а все возможно. И сегодня эта проблема тоже. Часто не давая себе отчета, мы томимся тем, что спасаем сами себя. эстониям. Как же спастись? Вы когда-нибудь так говорили? Но как же спастись? Мы занимаемся не своим вопросом. Вопросом спасения занимается Бог, а не мы. Мы взяли на себе то, что нам не надо брать. Скажите, ну и сказал. Это правда. Бог дал нам, что нам надо делать? Молиться, читать Слово Господне и стараться исполнять и идти за Ним. Вопросом нашего спасения Он занимается Сам. Но если мы эти условия не выполняем, да, Он не сможет с нами заниматься, мы за Ним не идем. Вот улавлюсь этот нюанс. Мы не идем за Ним, поэтому Он не может заниматься нашим спасением. Но если мы делаем то, что нам надо делать, то за наше спасение отвечает Иисус. Только я бы не хотел, чтобы базе этого заблуждения в этом вопросе встало. Вопрос не стоит, потому что мы должны халатно относиться к нашему спасению. Нет. Мы должны дорожить им. Это вообще на своем месте стоит. Но мы никогда сами себя не спасем. Никакими усилиями. И есть часть, которую мы должны делать. И со всякой ответственностью а спасает нас и спасать будет Господь. Человеком спастись невозможно. Ну как невозможно? У нас Библия есть. Вот делай то, что написано. Ну попробуй сделай, если Бог не поможет. Попробуй сделай, если Бог не переплавит, а Он плавит, создает трудности, допускает проблемы, и плавит нас, очищает нас. Чтобы мы были способны исполнять Его же Слово. Он занимается нашим спасением. Вот такой вот тонкий вопрос, который еще неправильно понять. Можно истолковать, что вообще ничего делать не надо. Но дело не в этом. И заботиться не надо. Дело не в этом. Надо твердо знать, что мы сами себя не спасем. Мы следуем за Христом, делаем то, что Он хочет, а Он спасает. И тогда не будем мучиться. Как же нам спастись? Как никак, Библия говорит, не можешь спастись. Это невозможно. Но Богу все возможно. Бог Сам лично, Отец Небесный, занялся нашим спасением. Он отдал Своего Сына на крест. Потом крестил нас Духом Святым и оставил Евангелие. И один важный момент. И сделал Иисуса главою церкви. Без этой главы невозможно. Ничего мы не сделали бы и не сделаем. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, а вот мы оставили все и поседовали за тобою. Что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы последовавшие за мною в паке бытия, то есть в вечности, паке, то есть после бытия вот на земле. Когда шадет сын человеческий на престоле славы своей, шадете и вы на 12 престолах, судит 12 колен израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или шестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. львы, 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 Продолжение следует...